Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Российская актриса Наталья Солдатова, сыгравшая в различных фильмах и сериалах в главных ролях эпизодических и ролях второго плана, завоевала любовь зрителей за свой непревзойденный актерский талант и харизму. Молодая, амбициозная, с утонченной внешностью актриса, известна своим участием во многих отечественных фильмах и сериалах. Сегодня на счету Натальи Солдатовой уже несколько ярких ролей в кино. Родилась будущая актриса 11 февраля 1979 года. Ее семья – это отец-инженер и мать-школьный учитель. Ребенком Наталья росла сложным и упрямым. Она всегда четко знала, чего хочет и как этого добиться. По признанию самой артистки, в детстве у нее были частые стычки с друзьями, которые нередко перерастали в крупные ссоры и драки. Своим главным качеством тогда и сейчас Наталья считает обостренное чувство справедливости. Она всегда становилась на сторону пострадавшей стороны и свою правоту порой аргументировала кулаками. Поэтому еще более удивительным кажется тот факт, что Наталья с удовольствием посещала танцевальный кружок и мечтала вырасти и стать балериной. Но по окончании школы она решила, что хочет стать преподавателем танцев и записалась на специальные курсы. Но быстро охладев, Наталья решает стать актрисой. Девушка поступает в ГИТИС и практически сразу устраивается в театр имени Ермоловой. В 2000 году девушка получила красный диплом в ГИТИСе. Актерская карьера Натальи началась задолго до поступления в ВУЗ. Еще в 11 классе с легкой подачей своей подруги она проходит кастинг и ее утверждают на роль беспризорницы в фильме «Тайна нарда» или «Сон белой собаки» режиссера Владимира Наумова. А на последнем курсе института Солдатова блестяще исполнила роль бортпроводницы угнанного самолета в фильме Дениса Евстигнеева «Мама». Далее были картины «Часы без стрелок», затем сериал «Сибирячка». Настоящая популярность пришла к Наталье сразу после того, как в 2005 году на экраны страны вышла мелодрама «За все тебя благодарю», в которой миловидная хрупкая актриса создала образ главной героини, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Успех картины вдохновил создателей на продолжение и в итоге с участием Солдатовой появились вторая и третья часть сериала. После этих работ за актрисой надолго закрепилось амплуа невинных трогательных девушек, которые по разным причинам оказываются жертвами обстоятельств. По своей натуре Наталья добрый и отзывчивый человек, личная жизнь актрисы взяла верх над карьерой и именно там она чувствует себя абсолютно счастливой. Наталья вышла замуж рано, еще в студенческие годы. Ее мужа зовут Алексей. Молодой человек влюбился в обаятельную девушку с первого взгляда и стал проявлять по отношению к ней свою преданность. В итоге сердце красавицы растаяло и они сыграли свадьбу. Он был ее близким другом и старшим наставником, к которому она обращалась за советом по любому поводу. Алексей продюсирует спектакли, а Наталья отошла от карьеры и полностью сосредоточилась на доме и воспитании троих детей. В 2000 году в ожидании первенца она уволилась из театра, чтобы побольше времени уделять будущему ребенку. В 2001 году она родила сына, которого счастливые родители нарекли Григорием. В 2008 году с рождением сына Евгения Солдатова стала мамой во второй раз, а через два года появился на свет еще третий малыш с чудесным именем Леонид. Став многодетной мамой, Наталья без колебаний посвятила себя семье. Дети и муж оказались для актрисы главнее карьеры. Надо отметить, что окончательно Солдатова из профессии не ушла и иногда принимает предложение режиссеров сниматься в их картинах. Сейчас 40-летняя миниатюрная актриса прекрасно выглядит и продолжает много времени уделять воспитанию детей. Иногда она принимает участие в телешоу. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!